В этом видеоролике рассказывается, как произвести миграцию проектов, созданных в предыдущих версиях ArchiCAD, избегая при этом повторного моделирования существующих пересечений элементов. Существует возможность управлять пересечениями элементов, так же как это происходило в предшествующих ArchiCAD 17 версиях. Эта опция может оказаться очень полезна, если нам требуется осуществить перевод проекта, созданного в более старые версии ArchiCAD. В этом случае можно использовать наследуемый режим, избавляющий от необходимости повторного моделирования с целью корректного отображения пересечения конструктивных элементов. Давайте воспользуемся командой параметры, рабочая среда проекта, конструктивные элементы. В открывшемся диалоговом окне появилась новая опция «Использовать наследуемые методы пересечения элементов модели». При открытии файла, созданного в более ранней версии ArchiCAD, этот маркер автоматически будет отмечен. При активации наследуемого режима мы можем установить значение глобального приоритета колонн по отношению к балкам, как в предыдущих версиях. Нажав на кнопку «Информация», расположенную справа от маркера, можно получить дополнительные сведения о действии наследуемого режима. Здесь разъясняются отличия в поведении элементов при управлении ими в соответствии с методами, использовавшимися в предыдущих версиях ArchiCAD. При включении наследуемого режима стоит обратить внимание на некоторые изменения в отображении слоев элементов. Слои пересекающихся элементов больше не будут иметь чистых сопряжений, основанных на значениях приоритета пересечения назначаемого строительным материалом. Поверхности элементов и их слоев будут отображаться в соответствии с покрытиями, назначенными элементом, а не их строительным материалом.